Если посмотреть на тексты резолюции, которые принимает оппозиция после заседания Координационного совета, их было три, то вот текст резолюции последних в Почале оказался такой наиболее жесткий. И упреков там больше, я не хочу, и не могу давать сейчас оценку их справедливости, но по крайней мере вот хотела бы, если это возможно, услышать ваш комментарий по поводу одного, касающегося власти. Здесь они пишут о том, что власть не справляется с выполнением своих главных функций. Это функция обеспечения безопасности и устойчивого социально-экономического развития. Вот о втором вы достаточно много говорили в течение пресс-конференции. А вот по поводу обеспечения безопасности, и здесь акцент делался многими выступающими, я тоже для себя хотела выяснить, что же они имеют в виду под безопасностью. Это вопрос с паспортами, как обстоят дела с работой комиссии по паспортам, или вообще вот безопасность паспорта. А могу ли я это комментировать, потому что была договоренность, что до завершения работы комиссии никаких комментариев не будет. Но, как я понимаю, эти договоренности никто не выполняет. Комментарии всюду, и в заявлениях, и не в заявлениях. Я не буду сейчас углубляться в этот вопрос. Правое положение жителей Гальского района было определено не сегодня и не вчера. Правое положение жителей Гальского района, которое подкреплялось выдачей паспортов советского образца, общегражданских паспортов, загранпаспортов серии 40, 41, 42 и форм номер 9, это тоже началось не сегодня. А что такое форма номер 9? Это документ, заменяющий паспорт гражданина того или иного государства. Если мне память не изменяет, с 1996 года по 2007 год было выдано форм номер 9 в количестве более 16 тысяч штук жителям Гальского района. И те, кто с определенного времени получает паспорта, в большинстве своем это те, у кого есть и были формы номер 9. Это первое. Второе. Я хочу до конца понять, что преследуется, какая цель сказать, что в паспортизации жителей Гальского района виноват президент Багабш покойный и сейчас президент Анкваб. Тогда нужно это аргументировать. Если стоит задача доказать, что жители Гальского района представляют опасность для абхазского государства, это уже другой вопрос, другая тема. Она требует другого подхода, другого обсуждения и другой ответственности нашего признанного государства. Третье. У меня вопрос закономерный, как и у вас, кто маломальский знает эту тему. Могут ли жители того или иного района, не являющиеся гражданами этой страны, принимать участие во всех выборах? В референдуме. Если могут, то почему? Если не могут, то тогда почему принимали участие? И в чем была вина покойного президента Багабша? И в чем вина Анкваба? Если я виноват в этом, я готов нести за это ответственность. Но делать это предметом политических спекуляций, что Абхазию сдают Грузии, вы знаете, рассуждения слышали, я не буду их повторять, то это просто предмет политических спекуляций. Но остаются глубинные вопросы еще, о которых я не сказал. Сказал только то, что вы услышали. Гальский район – это административная территория Республики Абхазия. Думаю, это ни для кого не новость. Там действуют органы власти. Если органы власти, сегодняшние, вчерашние, позавчерашние, допускали злоупотребление в этом, то по каждому факту нужно разбираться отдельно. К нашему великому сожалению, злоупотребление при документировании граждан были и могут быть не только в Гальском районе, но и в Гагрском, в Гудаутском, в Сухумском, в городе Сухум, в Гуйрибском районе. Это вопрос индивидуальной ответственности тех, кто это допускает. А вот так взять в одну корзину сразу проблему Гальского и Ткварчальского района, имея в виду административные линии бывшего Гальского района, и сказать, что эта ответственность, к сожалению, я третий раз повторяю, президента Багабша и Анкваба, для этого нужны доказательства. В чем эта ответственность? И другие вопросы возникают. А с какой стати 7 тысяч жителей Гальского района получают разные пенсии и пособия? Тогда, если в этом ключе ставить вопрос. А почему юношей Гальского района призывали в армию? А почему заключали браки жители Гальского района? А почему выдавали свидетельство о рождении родившимся в Гальском районе от имени Республики Абхазия? А почему судебные решения выносились и приговоры выносились в судах, в суде Гальского района от имени Республики Абхазия? Что это? Это тоже происки в данном случае сегодняшней власти. Поэтому с определениями, с дефинициями, как говорится, надо быть очень осторожными. Я повторяю, если мы не признаем, что все выборы, которые были в Гальском районе, незаконными, то, извините, мы далеко с вами зайдем. Особенно референдум. А в нем принимало участие очень большое число жителей Гальского района. Поэтому тут надо разбираться очень аккуратно, очень тонко. Если есть конкретные предложения у комиссии и у власти, у парламента, то эти предложения надо обсуждать. Но и надо нести общую ответственность за их реализацию. Вопросы безопасности на территории Гальского района решаются неплохо. Это охрана границы. Я слышу упреки, с какой стати открыли еще дополнительные пункты пропуска. Но неужели непонятно, что эти дополнительные пункты пропуска открыли для улучшения охраны государственной границы? Только лишь для этого. А что, для кого-то секрет, как проходили линию границы по всей длине и очень долгие годы? Разве это секрет для кого-то? Или, как пишут и говорят, мы торгуем с Грузией сельхозпродукты. Неужели это в этом курортном сезоне стало происходить? Только сегодня. А что, забыли колонны машин с топливом, которые шли туда? Или тысячи тонн металлолома? Да и многое другое. Или кто-то тоскует, что этого сегодня нет. Я вот так ко второму тоже склоняюсь. То, что там другие уже порядки на границе. И эти порядки будут только ужесточаться. Только ужесточаться. И мы на встрече последней с Владимиром Владимировичем Путиным, с коллегами, которые отвечают за эту линию работы, очень предметно говорили об этом. Если результаты...